всех приветствую лежу тут у себя на полянке хочу сказать по поводу проповеди веганство у нас там недавно в группе телеграме произошли разногласия мы даже можно сказать порвали общение я увидел что некоторые люди сдали свои позиции как мне видится я столько раз говорил не знаю я либо недоходчиво говорю либо меня не понимают по поводу проповеди веганство в принципе вся суть общение с людьми проповеди делится на две вещи то что делаешь ты даже то что делаешь ты к чему призываешь ну и так скажем это не третья вещь а дальше уже результаты плоды которые получаются еще раз хочу сказать у меня то ли путы кто-то не в лицемерии там укоряет уличает я еще раз говорю одно дело проповедь веганство и проповедь веганство которое я много раз давал определение это самая настоящая любовь к животным к тем существам которые были вверены нам богом это к тем существам которые имеют кровь плоть глаза уши нервную систему сердца чувствует боль ощущают жизнь радость жизни страх смерти и мучений вот все кто причиняет просто этим живым существам таким же как и мы из такой же крови плоти все чувствующие все переживающие страдания боль мучений даже смерть эти люди ничего не поняли в жизни эти люди не капельки не приблизились к богу не поняли что бог всячески во всем что бог создал все живое чувственное творение для радости бытия и это единственное что и называется веганством это любовь к животным а в мир лежащем возле любовь к ним еще и проявляется в защите их перед грешниками словом и делом я не говорю что убивать грешников но защищать точно также грудью как я всегда говорю или спиной ибо это и есть самая настоящая деятельная такая святая жизнь до 1 1 из ее сторон и проповедь соответственно то есть я сам веган и называют упад по простой причине некоторое время из всего десятилетнего своего так скажем стажа обращения половину срока был вегетарианцев на 5 только по той простой причине потому что пребывал в ложных иллюзиях никто мне не наставил сам я правда был и был потом некоторое время опять отходил от веганства получается рюк пол срока где-то потому что я все пребывал в люди что молоко вернет я прибыл второй раз когда вот вернулся к вегетарианству счет как скатился точнее да что все-таки молочко добывается нормально да что это не причиняет боль там коровам вот но потом эти иллюзии расселись даже в деревне я узнал что то же самое мужской пол не не нужен ни в какой ни в какой сфере животноводства убивают мужчин мальчиков во всех сферах и в куриных там и молочной продукции во всех мальчики где девочки что-то производит мальчики там не нужны вообще вот их насильственно оплодотворяют вот их ужасно содержат нещадно и несмотря на все болячки заболеваний просто как такие бездушные хотя они душные комбинаты просто эксплуатирует вот потом выкидывают на помойку и плюс сам бы ты никогда это молоко из вымя груди там коровы сосать бы никогда не стал все это неестественно и даже отвратительно так скажем и вот проповедь этой любви во всех ее сферах то же самое когда мы убиваем животных ради там шубы их не шкуры которые нам не принадлежит я уж не молчу про вообще эксплуатацию животных или убийство ради развлечения цирки зоопарки все дельфинарии охоты вольерной или не вольерной неважно все это отвратительно это ужасно вот эти люди зачастую себя христианами еще и минут что вообще для меня вдвойне ужасно с такими людьми мне разговор обычно короткий я понимаю что только на на словах на языке у человека это имя христианина сердце его от бога также далеко как и земля от неба и по поводу проповеди веганство то есть ты сама перри живешь в этом что касается себя самого господь сказал мудрую вещь сотвори и научи понятно поэтому ты сам по убеждениям любви к животным их защите веган ты в этом стоишь несмотря ни на что когда тебя спрашивают ты отвечаешь прямо почему ты веган и почему сразу же переходишь можно сказать не в атаку здесь пока пробовать что ты и другим рекомендуешь и тебе советую ты говоришь и объясняешь почему если человек способен и хочет слышать если он начинает тебя прессовать ты обороняешься и даже атакуешь атакуешь трупояда словесно в хорошем смысле слова я это хоть и говорю так что ты парируешь посмотрите на спор иисуса в евангелии да также мудро затыкал рот грешникам хотя бог всячески во всем и любит всех но человек пребывающий во зле нуждается в твердом слове поэтому за себя ты говоришь всегда четко и понятно почему ты такой по поводу проповеди все то же самое ты проповедуешь те грехи которые делают люди не любящие животные ты их обличаешь ты их порицаешь выставляешь на показ ты их осуждаешь пишешь статьи записываешь ролики делаешь посты пересылаешь лайкаешь все это дело любви всем этим можно просто забить свои странички в социальных сетях где угодно где ты считаешь нужным разноси это потому что все мы стали благодаря кому-то это очень важно делать это и грех над называть грехом по поводу проповеди тоже у нас группе произошла такая размолвка я буду говорить как я понял неважно как мне говорили что потом пытались объясниться по-разному вели диалоги я скажу как я понял что я вижу в любом случае мне пытаются убедить что есть какие-то другие пути проповеди веганство начиная с трупожорство когда ты обличает рубожорство что ты как ты можешь по-другому человека привести к веганству говоря ему там ну давай вот там на здоровое питание на там и к шампуне перейдем или еще что-то там на пуховичок такой синтепоновый там синтетические они натуральную шкурку до меня пытается убедить что таким образом и что тебе это просто будет полезно он легче дешевле там и так далее что ты будешь проповедовать человеку все что угодно но только не говоря ему о том что просто тупо убийство животного ради шкуры там животных каких-то клеток там да для того же какого-нибудь шампуня не знаю который на животной основе и так далее ты делаешь неправильно да как раз именно говорят человеку прямо называя зло злом а добро добром ты говоришь истину и проповедуешь истину и творишь сам добро вот это что причем первое что это касается когда касается личной проповеди знаете в один конец это когда-то вот говоришь вот я пишу ролики мои соцсети мои странички мой дом до моя крепость я там делаю все что я хочу сколько хочу в каком угодно объеме как считаю правильно мне уже не раз тыкали что я там завалил странички этими убийствами кровью я говорю вот именно вам все это неприятно потому что все это творите вы я заваливаю только сайт той целью чтобы вас именно затошнила от собственной негодности грешности и уродливости потому что это все делаете вы кто убивает животных ради похоти чрева похоти очей или просто гордости житейской развлекаловки и так далее так далее ли я крутой у меня лапы льва на стене висят а сам лев давно из одних лап валяется ворве вору поэтому я не понимаю как можно проповедовать любовь к животным по-другому никак иначе как обличая грешников во зле в тех злодеяльных которые они творят причем именно самыми настоящими злодеяниями самим настоящими словами и картинками которые соответствуют тем грехам которые не делают это раз потому что меня не раз пытались убедить что можно как-то мягко проповедовать веганство там типа да не знаю как я правда спрашиваю как мне пример показать не могут я говорю как покажите мне как по-другому можно проповедовать веганство я не раз слышал наезды на вот такой шок контент начиная с фильм с фильма с культового который я называю культом который я всячески пропагандирую проповеду фильм земляне и и же с ним всему этому подобному контенту пою панигирики и когда наезжают на подобный контент я этого воспринять адекватно и положительно не могу я говорю тогда отойдите от меня я я считаю что то что вы делаете это зло да этот контент это есть и это зло то что там творится но это это зло творят грешники им надо это зло показывает и в этом зле их обличать по поводу общения вот с грешниками с трупоядами в частности неважно с убийством ради шкурки с тех кто проплачивает эти тюрьмы под названием цирки зоопарки я много раз говорил что я спокойно с этими людьми общаюсь мир такой что ты никуда не денешься ты общаешься ты что-то делаешь то где-то работаешь то где-то ходишь ты что-то покупаешь ты живешь в мире лежащим возле и когда меня пытаются обличить что у меня тоже какое-то двуличие лицемерия выборочен то я уже много раз пытался рассказывал как я вижу это как я сам поступаю как другим проповедую я еще раз могу сказать не знаю поймут меня кто нет одно дело общаться на разные темы я не говорил каждый раз я всегда на себе всегда показывал примеры начиная своих родственников там родители вот папа у меня такой же в этом плане грешник да я сто раз рассказывал что не долблю его с утра до вечера что он должен стать веганом но он знает мою позицию он знает мой радикализм периодически у нас все равно за куб были не закуси пару раз я ему попытался объяснить что для меня это серьезно я считаю что это зло я я точно так думал что все кто это делает творят зло и ты в чем в том числе у меня бабушка недавно померла 95 лет ей было отошла в мир иной с ней мы тоже жестко по этой теме закусывались с друзьями у меня тоже самое то есть до тех пор пока человек не пытается меня убедить в том что это добро я с ним нормально общаюсь я пытаюсь по хорошему меня есть друзья которые до сих пор меня пытаются знаешь так тот под хихи кто-то под ха-ха я им говорю когда уже заходит знаете я пытаюсь села 5 ну ты знаешь что ты все он не прав там мы общаемся общая причем это очень хорошие мне близкие люди ну и когда уже заходит я говорю мне уже неприятно ты же знаешь что это серьезно если он начать там хи хи ха ха я и говорю что для меня ничего не стоит ни 10 не 15 не 20 не 30 не 40 лет наших отношений это серьезный вопрос когда называют лицемерием что я завтра пойду в магазин и такой же трупает мне продает хлеб я опять говорю речь идет о близких знакомых и о проповедии о людях с которыми ты общаешься о людях которые называют себя там святыми христианами в частности или из любой другой там религии конфессии мировоззрения человек там называется просвещенным да и при этом причиняет боли страданий даже смерть живым существам это никакой не просвещенный человек я с ними общаюсь очень редко и это не близкие дружеские отношения когда я расставался с близкими уже несколько раз из-за веганство было теперь получилось даже из-за проповеди веганство я тогда сказал вы называете меня и себя нас друг другу братьями и сестрами и вы творите от беззакония я первую группу распустил тогда именно из-за веганства с людьми с этими был два-три года очень близок и когда я уже поставил им ультиматум я увидел их не нутро они не смогли отказаться от этого зла они меня никакие не братья не сестры они люди да когда-нибудь мы все покаемся но здесь здесь нет то же самое по проповеди те кто говорят что близки мне что все понимают что да то мне говорят что там чуть ли не фильм земляне это неправильный фильм не хороший проповедую чуть ли не ерунду или как-то не так проповедует хотя там просто показаны факты того что творят беззаконники когда мне ссылаются на проповедников который кто за зож там топит кто за шампуни кто там за этичность кто еще за что-то и т.д. и т.п. и ниже не 7 числа кто за какую-то энергию которую ты обретешь да и потом они все скатываются обратно к этому у меня твердо пасится позиция кто-то из близких это делает и слушайте мы разошлись и пошли разными путями вот поэтому по поводу веганство и проповеди я считаю что человек настоящий веган познавший истину он будет говорить правду всем людям в лицо вот и все это не говорит что он целыми днями говорит со всеми только об этом но все знают и утро и я считаю что в округе в его окружении друзья знакомы должны уже бояться со временем когда он пару раз твердо когда получились конфликты он должен бояться тронуть эту тему тем более поднятию на хихи там или еще что-то или опять с какими-то подколами ящи убежден что это так это серьезный вопрос поэтому по поводу общения там улыбок и когда мне там ты что с одними так с другими так я еще раз камеру вот это говорю что речь идет о близких и не близких мне людях еще что именно этот вопрос и сближает меня отдаляет с некоторыми людьми и что если даже с ними где-то общаюсь на камеру ли в живую они мне чужды к сожалению понутру это вынужденное общение вынужденное с кем-то я лишний раз понимаю да ну может быть еще что-то получится кем-то вообще на абстрактные темы но я сблизиться с этим человеком не могу если он такой я понимаю что он творит зло что он творит беззаконие и мне это неприятно при лишнем поводе мы все равно за это говорим а может быть даже закусываемся в этом нет ничего хорошего но это жизнь это жизнь так что я никогда не призывал ссориться там прям с родителями там вот так или не так но если это вам близкие люди то вы можете поставить им ультиматум если они говорят что близкие а на самом деле наши родители друзья зачастую знакомые дети это лишь только слова они нам чужды бывают вообще по жизни мужья или жены потому что если люди близки есть люди одного духа одного мировоззрения если они клянутся там в любви друг другу или еще что-то как они это делают я считаю что человек я это считаю кто-то мне там тоже из евангелия что-то выдирает кидает я говорю я тебя в ответ могу на вырывать накидать точно так насколько был иисус даже в этом бумажном евангелие в котором читая насколько он был радикальным насколько он ставилась ультиматумы с кем он как по-разному общался кого пускал так скажем свой круг доверия в сердце кого нет какие условия ставил до кого как называл поэтому по поводу веганство я еще раз могу сказать и хочу что все поняли мой четкую позицию если вы не веган веганское движение определение я еще раз повторю для может быть тугих людей это любовь к животных проявляемая прежде всего первое в непричинении любого вреда и ради любой цели это раз и второе что немаловажно после того как вы это исполните это деятельная любовь книг к ним проявляемая в защите защите их словом делом по возможности какой кто может словом где кто может как может особенно тип своих соцсетей который никто не имеет права вам что тыкать это ваши личные дневники вот эти блоги все если вам кто-то что-то тычет кому что-то неприятно ты лишь вольному воле я те не навязываюсь вот если вы не веган мне с вами общаться неприятно если вы не проповедуете что веганство это любовь к животным и не защищаете их мне тоже да тихим не вообще люди всегда конечно же вызывали уважение и любовь это люди активны и сильные люди я понимаю всех свои болячки у кого-то там я не знаю какие психические психологические физические конечно все по-разному жизненные обстоятельства работа но как бы то ни было одно дело я говорю куда-то активность может быть разная где-то я имею где уже имеется контакт там с человеком это все по-разному все очень индивидуально нельзя всегда это все прям в одну кучу смешать но когда касается вас лично вас личное возьмите вот эти соцсети когда вы просто можете знаете как дневник там вы можете быть такой какого есть вы специально открываете чтоб кто не такой он от вас даже так скажем вот именно отошел я всегда вам приводил этот фильм кто помнит там про нацистов то это когда он там разделся в тюряги говорит ну я может тебе и врагов на живу но хоть и свои скинхедов найду до сразу обозначу кто я мне очень нравился этот эпизод я как-то его я на него какую проповедь записал кто найдет не знаю я уж не помню как она называется свой среди своих или чё там я не помню как его назвал честно я помню что потом записал как-то показывал ну вот и поэтому когда касается вот такой вот односторонние распространение я считаю что кто от этого отходит или это не делает это тоже люди вы знаете если вы что такое святость и добро любовь истина это то что ты считаешь самым светлым самым себе полезным благим для тебя если это так если ты испытываешь любовь к божьему творению ты будешь это распространять на всех иначе ты не считаешь это благом и то что зло если ты назвал это злом и сам это не делаешь ты правда считаешь злом и другим что желаешь блага ты будешь им их от этого зла пытаться отвратить ты не нарушаешь их свободу вот ко мне приезжали друзья уже вот в этот новый дом сюда в коршево у нас была веганская веганский день веганский вечеру обед как хотите нет приехали мне тоже говорил вдруг мы старые древние с первого класса вместе ничего диманы мне что и нам нельзя мясо там шашлыка я говорю нет нельзя я не нарушаю свободы скал серёг вы у меня дома как ты себе представляешь я веган всем проповедую ты приезжаешь тут шашлык жаришь причем дело не в том что меня внешне смысле я туда вот как бы да как бы скрытно там нас не видели нет дело не в этом может никто и не увидит и можно постараться сделать максимум чтобы тебе не увидели я не хочу этого делать я хочу чтобы все знали что мой дом на моей территории это мой дом я же не говорю чтобы ты у себя я сидел на день рождения полгода назад у них завален стол был в ресторане каким только не мясом мне было неприятно я конечно ничего не ел я ел только там все эти булочки какие-то я уж не помню как какие-то жареные баклажанчики прикольные были естественно ел все веганское здесь не я понимал что это бедные животные убитые мы кстати идя с этого дня рождения помню еще с одними старыми друзьями семейной пары мы за веганство тоже сильно так закусились ну вот поговорили да это цепляет людей я естественно стоял на свое и пожалуйста у себя можете делать приду я я тогда себе сказал что в принципе скоро может это все закончится я я могу поставить условиями и полное право поставить условия что даже когда мы встречаемся вместе пусть даже на нейтральной территории в кафе ради меня потому что как ради меня серёг это зло самое настоящее всем пытаюсь это объяснить я считаю что этого делать не ни в коем случае нельзя потому что это не я считаю потому что просто зло и вы знаете я готов пойти на эту жертву расстаться кто-то называет чуть ли не какой-то моя агрессия а вы не думать что я тоже от этого страдаю я готов пойти на эти жертвы до чтобы людям доказать что это серьезно что я готов потерять это общение потерять ихнюю любовь друзья для меня тоже что-то делаю всегда готова пойти на встречу поддержать ну как и все до друзья родители вы знаете готов пойти на эти жертвы чтобы доказать что я прав я рука вся там тыкать вот и так а все все так должны я не знаю как насчет уже личного контакта тут каждый должен по силам это ты сам считаешь это же может сработать и мы идем на это ты сдать эту позицию так скажем всегда потом сможешь конечно ладно я погорячился сам не отступлюсь ну ты там типа делай что хочешь хотя я против это лучше то раз конечно обдумать эти вещи но это я говорю это уже личные контакты я кто знает у меня были тоже уже случаи когда между так скажем сестрами был конфликт за то что там кто-то свою семью не обратил веганство да и я заступалась как раз за человека который невиновен в том что его родственники не веганы даже дети тем более если есть еще один родитель в семье поэтому я еще раз свою позицию хочу сказать одно дело вы это что вы проповедуете и как вы это проповедуете и стоите ли вы на своем в своей истине своей правде да и готова сказать что слышу дорогой ты хочешь меня переубедить или меня ломать то отойдет меня вообще как иисус сказал петру отойди от меня сатана ты мне соблазн отойди вообще от меня да я буду страдать отойди от меня вот это я считаю правильным как поступил иисус отойди от меня сатана ваш люди должны понимать что это серьезно то что это все серьезно это касается всего вообще любого греха но греха убийства беззащитного существа это вообще страшный грех то страшное зло которое стало для человечества просто нормой до сих пор с первых дней когда еще ева зарезала беззащитное животное упившись его кровью и дав его адаму жизнь за жизнь поэтому в муках теперь рожает дает жизнь забрать жизнь легко ты попробую и дай за это адам теперь в крови и поте вместо того чтобы земледелие радость приносила теперь нам приносит волчь и терны уж видишь ли нам кровушки захотелось поэтому вот так вот я надеюсь всем понятно да я говорю сейчас о тех людях которые игры имеет со мной какое-то общение которое называют всех христианами просвещенными может быть даже веганами я говорю но ставшими непонятно как и проповедующими непонятно как это тоже важно я признаю веганов который веганами стали только из любви потому что истинно в любви они потому что у него здоровое питание сегодня здорово питание то завтра у него она ухудшилась здоровье и он сразу перейдет на на новое на старенькое на новенькое старенькое питание будет продолжать убивать эксплуатировать и все пах по кругу пошло до на необитаемом острове он останется где есть нечего придется убить настоящему человеку познавшим истину бессмертия свободу выбора и любовь он по заповеди иисуса изберет будущую жизнь чем эту временную то есть явит свою свободу ради добра потому что он вечен вот и все даже если он останется голодный на дебилами острове и там будет одна лишь свинюшка он не будет ее резать потому что любовь выше всего а ты и так бессмертен ты лишь скинешь эту плоть вот так вот я не знаю кто меня поймет кто нет и поэтому я имею до общения у меня нету близкого с людьми которыми которые называют себя одним и являются другим проповедь веганство то же самое если вы не разделяете мою позицию я гру пожалуйста вольному воле живите как хотите мне надо обвинять в какой-то агрессии я агрессирую только вот в одну сторону вы вольно вообще никогда закрыть забыть меня никогда больше не слушать но если мне говорят иногда остыть до при притихнуть там ослабить послабее там немножко узды подспутить я говорю если я остыну кто тогда будет гореть остыни остыли это вы все кто не хочет них не проповедует это вот так вот так что вот так вот поэтому и по поводу угрю там вернуться я говорю мне неприятно общение я говорю о тех людях которые считают меня даже себе близким что я чем-то вам близок по духу что я может быть помог вам открыл когда-то глаза помогаю по плоти может быть кому-то там финансами да вот если у меня слышите я групп то я это делаю там по плоти помогаю да с радостью если вам на кусок хлеба надо но больше и вообще я помогаю потому что вот именно кушать надо жить где-то надо я помогаю но дружба между нами сейчас быть не можем иисус называл друзьями не всех он не называл своих этих убийц друзьями много споров потому как он назвал иуду дружи там или не дружи в этих переводах или там типа приятель а даже если друг то иуда в отличие кстати от тех кто распинал любил на самом деле сус у меня об этом есть ролик поцелую иуды можете найти на канале христа люби были вы узнаете мое мировоззрение на тему иуда на самом деле не такой большой грех совершил и не о нем думать совершенно не так как нам это подают религиозник иуда очень любил иисуса он конечно любил и себя и некоторые страстишки свои да у него были поэтому к сожалению они переломили но он не был тем негодяем которые осуждали и убивали иисуса он не был таким он был достаточно искренним честным и даже светлым человеком иначе бы он не был все это столько времени с иисусом все выдают это за какую-то коры что он там только министром финансов хотел стать это совершенно не так человек не сможет столько лет тупо придуряться и при притворяться конечно он так и не покаялся так скажем до конца но в нем было много хорошего вот так вот и поэтому просто я хочу чтобы вы знали это я всегда открыт вот когда меня груз кем-то там смотрят я со всеми общаюсь по-разному вы судите по внешности не всегда можете правильно судить что у меня в сердце да я общаюсь до кто кому-то еще есть надежда объяснить кто-то с нормальным вопросом я со всеми по-разному но кто называет меня другом там братом то я вам говорю что мы должны быть тогда и едины а если мы не едины значит мы пока средненький друг другу вот так вот будьте веганами кто еще не стал настоятельно рекомендую сегодня же стать изберите любовь изберите добро извин изберите свет не закрывайте глаза на зло посмотрите все эти видео что творят за закрытыми стенами за ваши деньги посмотрите за что вы платите ходя там в цирке в зоопарке к чему вы приучаете ваших детей какой пример вы подаете своим друзьям родителям детям и миру вообще если вы кричите что вы стремитесь к истине алчите и жаждете ее познания то не закрывайте на это глаза вот так